что давайте подкидывайте тему блять хотите я вам вкину тему блять для обсуждения весьма такую так сказать щепетильную нахуй они как вам это бля как ситуация с бумачем вам что думаете скажу лишь одно здесь вот сейчас без рофлов вообще без рофлов абсолютно обзывать не надо бумач обзывать не надо слышь кто будет обзывать тех тех пермачо можно ебашить у нас здесь нормально все я не собираюсь никого обзывать блять не девушку его не этот блять не его самого я про я за ситуацию хочу пообщаться короче пацаны ситуация такая смотрите бумачу сколько ему лет сколько ему лет скажите мне я просто не знаю 20 по моему 22 21 ну короче по бумачу видно что это как называется он в этих всех делах так сказать не совсем опытный парень 1 2 будем честны блять он явно среди входит в касту тех ребят пацанов которые не особо пользуются женским вниманием ну реально блять одно дело когда ты со школьных лет ну там какие-то девочки так тебе подмигивают еще что-то да и другое дело когда типа у тебя этого всего нету в школе блять ты как бы к этому не готов и поэтому первая же баба которая обратит на тебя внимание ты ее начинаешь боготворить ты думаешь бля ебать вот это да круто на меня по обратили внимание неважно за за что обратили внимание как обратили внимание типа она преследует свою выгоду она не преследует свою выгоду все мы все понимаем и бумач тоже все понимают гайз но из-за того что он еще пока что молодой и не избалован всей этой темой он думает что типа это навсегда все люди с опытом глядя на эту ситуацию которая образовалась все люди понимают что ну никак это не навсегда она вообще особенно в современных реалиях когда 80 процентов браков распадается блять у меня все мы одна у меня короче вот из 25 одноклассников насколько я знаю вот типа сыграли свадьбу и действительно до сих пор живут вместе ну там еще знаешь условно там в 22 года сыграли да и вот до сих пор там уже сколько пять лет плюс может больше двое только два человека живут все остальные развелись разведенки блять разведенные алименты хуементы всякая залупа короче вот такая вот залупа вой больше больше восьмидесяти процентов браков распадается нахуй и люди которые это понимают они понимают но бумаж живет в иллюзии и короче гайз самое страшное в этой ситуации не то что там какая там баба блять самое страшное не в том как бумач к этому относится там к ней на всю эту ситуацию и прочее самое страшное самое страшное это то что есть большая вероятность того что это что она может загубить его карьеру бабы вообще блять это такие штуки нахуй которые могут вот так вот в один миг хуяк и разрушить блять просто все что строит мужик до этого не в плане того что там типа знаешь типа не поженятся и она у него потом от опиздит нахуй половину состояния да нихуя подобного блять все что бумач заработал сейчас на данный момент это все к ней не относится никак и после свадьбы это тоже не будет учитываться потому что там учитывается совместно нажитое имущество то что все сейчас бумач имеет она на это никак не может блять вообще претендовать в будущем но суть в том что бабы блять очень хорошо могут разрушать карьеры людей смотрите простой пример на себе когда я с девкой жил я начал вести канал самые 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 первые олды должны помнить то что я когда еще жил вот как раз с девкой я вел канал там 30 человек у нас на твиче сидела я помню на каком-то конкурсе там мистер латак точно помнит а я даже кто-то видел на этом блять на вебке у меня и суть в чем была у меня был выбор типа короче ну продолжать работать естественно в связном блять ну что там ну типа в других вариантов не было продолжать вести канал следовательно играть много меньше ей внимания уделять и так далее и как это называется у нас была цель там типа она хотела переезжать в перьмь ну город перьмь знаете учиться ну поступать в уник на этого блять кого на врача на что-то такое короче и в чем суть я был готов на это я копил бабки нахуй на то чтобы переехать в перьмь а теперь давайте подумаем если бы я реально туда переехал получилось ли бы у меня продолжать вести канал потому что у меня тогда было вот у меня было тупо желание тупо вести канал мне надо было бы перевозить комп а может быть даже мне бы пришлось его продать следовательно перестать играть в кс и так далее и получается так что я бы переехал я бы ей угодил конечно бля как иначе-то на Ну тогда вот этого вот всего, мы бы сейчас здесь с вами не сидели бы, блядь, в жизни. А беда в том, что сейчас она, она сейчас, по идее, должна была бы учиться на одних из высших курсов, вот уже в универе. Она поступила, все, два года отучилась, три, я даже не знаю, сколько она там отучилась. Но суть в том, что, вот я говорю, где-то примерно год назад я ее встретил в сабвее у себя здесь, блядь, в Майасе, нахуй. То есть она оттуда вернулась, я ее встретил в сабвее в Майасе, на ней падаем мы. И она делала бутеры, ну вот эти вот, сабы. И, мягко сказать, она тогда была очень-очень красивой, так сказать, очень красивой женщиной была, прям, прям, блядь, действительно красивой. Но сейчас, если бы я ее не узнал, я бы подумал, что это сорокалетняя женщина. Я бы реально подумал, что это сорокалетняя женщина. Без шуток, без каких-либо оскорблений и так далее. Это пиздец. И представьте, что я бы сейчас был на месте того, кто вот, ну, скорее всего, она, ну, как я понимаю. Да, сильно помню. Я так понимаю, что она залетела, и, видимо, там не смогла учиться, совмещать, хуй знает, что там, блядь, случилось. Я даже, блядь, не пытался узнавать. Но просто суть в том, что я бы мог быть этим типом, нахуй, понимаете? И тогда бы, блядь, ни о каком твиче, блядь, ни о каком переезде в Калининград, ни о каком контрстрайке, ни о каком ютубе, блядь, речи бы даже и не шло, нахуй. Вся бы моя жизнь до конца дней в 23 года, в 24, она бы превратилась в то, что я, блядь, должен был бы, нахуй, только и делать, что... Сука, работать на двух работах, блядь, обеспечивать вот это всё. Поэтому, пацаны, чё я хочу к вам обратиться? К пацанам сейчас хочу обратиться, которые помоложе, которым вот сейчас 18, 20, которые... У которых гормоны хуярят, они думают, что там, типа, пиздец и так далее. Сначала обустройте свою жизнь. Обустрой... Вот кому там, 12, 15, запомните мои слова, я вас умоляю. У меня уже просто 27, и я уже реально, я реально, блядь, всё это хуйни понял. Я вот это всё понял. И мне взрослые так же говорили, как я вам сейчас, но я не воспринимал это всерьёз. Вот пацаны, именно пацаны, девки, не слушайте, это вам вообще, это на вас, блядь, никак не влияет. Блядь, устроите свою жизнь по полной. Устройте её, занимайтесь тем, чем хотите, в то, во что верите. Потому что моя вот эта женщина, она орала на меня, когда я играл в Counter-Strike. Я ей объясняю, детка, это я специально делаю. Я играю, чтобы там, типа, скилл повышать, чтобы туда-сюда, чтобы вот на YouTube, туда-сюда, блядь. Потому что я видел в этом перспективу. Она на меня орала и говорила, ты заебал нахуй, ты мне мешаешь и так далее. И если бы я под неё тогда подстроился, тогда бы, блядь, этого всего не было, нахуй. Поэтому сначала добейтесь, сначала, блядь, попробуйте себя во всём, нахуй, ну, типа, сделайте её так, чтобы вот вы думали, блядь, ну всё, вот теперь я точно готов, нахуй. И тогда уже можете искать себе девку, и то, ищите себе такую девку, блядь. Не просто пизду, не просто пизду, это разные вещи. Просто пизда, это одно нахуй. Ищите себе девку, которая в случае чего может дополнить вас, понимаете, дополнить. Некоторые женщины умеют мотивировать. До вот этой моей дамы, нахуй, у меня была другая женщина. Она меня мотивировала, знаете, начало качаться, блядь. И я реально начал качаться тогда. И я, блядь, накачался, нихуё, уебать. Правда, потом армия началась, но всё же. Это вот, вот, когда вот, если тебя женщина мотивирует что-то делать, это уже другое. Но если она, типа, ограничивает тебя, вот, ну ты, блядь, хорошенько задумайтесь, блядь. Потому что вот такие вот прям плотные отношения, они только после 30 в нашем современном мире идут. Окей? Всё, блядь. Поэтому я сам, я что, боюсь в этой ситуации больше всего с Бумычем. В том, что сейчас он, конечно, добился, он всё имеет. Но у него, ему 21, 22, у него ещё, блядь, вся карьера впереди. И он, он может себя не то, что обеспечить, он может себе, он может именно из себя сделать, ну, в данный момент, вот, он чемпион мажора. Он может всё, что угодно из себя сделать. Он может сделать из себя, вот, реально, мужика, который вот прям на всю жизнь стабильно взял, обеспечил, нахуй, ни о чём не переживает. Но она может ему всё это, нахуй, похерить, блядь. Просто, вот, вот, перечеркнуть всё, нахуй, блядь. Ладно бы это ещё девка достойная была. Как я понял, блядь, как я изучил, блядь, естественно, несколько видеоматериалов. Там женщина, если это реально она, а судя по всему, 99%, что это реально она. Ну, в такую вкладываться, это такое себе, блядь. Не в обиду Бумычу, блядь. Но я думаю, ему все пацаны в его команде говорят, вот, Симпл, это охуенный пример. Сколько у него баб было? Ебать их, охуеть. Я вот помню, я четыре бабы у Симпла помню за его карьеру. Сука, четыре бабы. Вот Симпл, вот какой бы он ни был, там, знаете, да, ему вообще так похуй. Он просто их, блядь, вот, они, если ему мешают, он их, нахуй, выпинывает, блядь, и становится сильнее в контр-страйке. И всё сильнее, сука, и сильнее, и сильнее, и сильнее. Если только чуть-чуть они на него начинают, как-то вот, блядь, он вообще, он не церемонится, он, вы видели, просто говорит, не, всё. Они расстаются, и всё, и он, блядь, продолжает ебашить. Какой бы Симпл там ни был, ЧСВ, Токс, да, и так далее, блядь, хотя он уже давно таким вроде не является, но всё равно, блядь. Вот в этом плане он пример может, он может быть примером, да. Пацаны, хорошенько, блядь, подумайте. В вашей жизни, блядь, будет много баб. Баб в среднем больше, чем мужиков. Я тоже, когда пиздюком был, я не верил, я думал, что, блядь, я не пользовался популярностью в школе, как вы можете понять. Вообще нихуя. И я тогда тоже не верил, я думал, что, блядь, да никогда этого не будет. Но в итоге, видите, как оно вышло? Всё было, нахуй. Спасибо, пацаны. Иарик, 8 лет. Не вижу смысла заводить семью до 30. Ну, в наше время современное, да. Пока у тебя нет хаты, тачки. Ну, тачка это условность, блядь. Вот мне, например, не нужна машина. И уверенность обеспечить образование детей в Швейцарии. Я не хуя, ты, блядь. Хуя, блядь. И я со своей девушкой 6 лет, Фаля пишет. Уже вместе. И я предложение сделал. Она ради моей цели в КС ходила на работу 24 на 7 с ночными сменами. И знала, что внимания много не будет с моей стороны. Мой уход из КС не связан. Вот. Если женщина готова, так сказать... Она должна быть точно так же готова жертвовать собой ради тебя. Вот когда вы, когда оба партнера готовы жертвовать ради друг друга чем-то, вот это уже другое дело. Ну, просто в ситуации с Бумычем мы все с вами прекрасно понимаем, что его женщина не готова жертвовать собой вообще. Ноер 666. У меня вот Бум еще прям пизда жалко нахуй из-за этого всего. Я когда, знаете, я в прямом эфире, когда это смотрел, я такой кринж поймал, блядь. Ужас. К сожалению, у нас в странах СНГ большое количество мужчин думают, что первая любовь, она навсегда и живут для них. Пока мои сверстники ищут девушек, я не стараюсь ее найти до 18 или 20 хотя бы. Нормальная тема. Да бля, не парьтесь нахуй. Оно само находится. Вы даже... Чем вы будете больше искать, тем дольше вы ничего не будете находить. Я вам гарантирую. А потом, когда... А найдете тогда, когда не будете этого больше всего ожидать. У меня друг, я вам сейчас историю расскажу, как у меня друг, блядь, познакомился со своей женой. И вот он, блядь, вот он красава нахуй. Они уже живут, вот получается, сколько, 7 лет. Я расскажу вам историю. Поехал я со своим корешем в Челябинск за протеином. У нас здесь еще магазинов не было нихуя, это 14-й год. У нас здесь еще... Ну, были магазины, но так себе. Мы поехали за протеином в Челябинск, потому что мы хотели определенный бренд. Мы хотели бренд САН. Поехали в Челябинск, все, закупились. Такие удовольные, пиздючим, нахуй, в автобус. Сели в автобус, все четко, сидим, кайфуем. Ржем, как обычно, у нас, ну, своя атмосфера была, все дела. Короче, девка перед нами идет. Закидывает эту сумку, блядь, на... куда там, наверх. Как эта хуйня называется? Ну, вы поняли. Закидывает, короче, на эту сумку, ну, на эту хуйню, вы поняли. Начинает садиться, короче, в место свое, и как башкой уебется со всей дурью. Вот прям, как будто с разгону, как будто бык, знаешь, разбежался и как уебался, блядь, в стену. Как уебется, нахуй, вот в эту полку, блядь. Вот прям вообще так смачно, нахуй, тыщ, нахуй. А я у окна сижу, а у меня друг вот здесь рядом. Он такой, блядь, сразу подскочил. Говорит, все нормально, все хорошо, все четко, блядь. Она такая, да, да, все заебись. Он такой, точно все нормально? Ну, все такой, знаешь, ну, галантный джентльмен, блядь, все четко. Два дня проходит, блядь, и он мне говорит, говорит, не, я сегодня, говорит, до ночи гуляю с девочкой. Я говорю, с какой? Говорит, а вот с той, которая уебалась, блядь, в этом... В автобусе. Они, короче, телефонами, как... Я даже не заметил, как, блядь, прикинь? Я не понял, блядь, не заметил. Когда успел, блядь, хуесос? Обменялись телефонами, все. И все, они, короче, три, вот, ну, что-то там, три недели шуры-муры, все, заебись. Потом ко мне только приходит расстроенный, говорит. У него, говорит, дочь есть. Я ему говорю, ты... И что делать будешь? Он говорит. За это что, отвечает, блядь? Я ему говорю, что делать будешь? Он говорит, да и что, любить буду? Говорит, вырастим до школы, нахуй, своих заведем. И он в натуре так сделал, блядь. Ой, блядь. Ну вот и все. Видите, он не искал никого. Он был среди... Он был из числа бабников. То есть он находил девку, ну, там, знаете, на неделю максимум, блядь. А тут он даже не прикладывал никаких усилий. Вот оно само как-то так получилось. И все, и они, короче, до сих пор живут. И он сдержал обещания в натуре. У него уже двое своих с ней. Двое своих. И вот одна, ну, вот эта... Дочь, которая у нее была, уже в школу уходит во всю. Ну, такие пироги, прикиньте. Нихуя его башкой уебалась, блядь. Жениться пришлось. Ха-ха-ха, натуре. Ну, видите, он тоже под нее подстроился. Он под нее подстроился. Короче, пошел это... Ну, он и так работягой был. Я его года два назад последний раз видел. Так, толстячком таким сам. О, блядь, ходит, блядь. Чисто мужик, блядь. С мужиком со всей хуйней. Тридцати лет нету еще пацану, блядь, если что. Другу, как мне. Он на пару месяцев старше. Двадцать семь ему. Два года назад я его видел. Двадцать пять ему, получается, было. Он уже все, мужичок, блядь, двигается, блядь. Семьянин. Ну, тогда... А, жене-то... А, она, кстати, старше его была на год. Охуеть!